ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наташ! Да, приехала, приехала. Как папа? Что говорят? Ну, скоро вроде получше стало, а сейчас вот опять. А мама где? Мама вон с врачами разговаривает. Кошмар. Он же никогда не жаловался на сердце. Не жаловался. Это же главное слово «не жаловался». Наташ, ну ты же его знаешь. Ты чё этот урод со своим предложением? Какой урод? Да мерзавец какой-то. Продай дом, продай. Всё равно сносить будут. Ну, папа разволновался и... Ну, чё ты раздета это? Я на минуточку. Папа пока в реанимации, но к вечеру обещают перевезти в палату. И мне разрешили остаться, так что я остаюсь. Врачи что говорят? Нужна какая-то помощь? Лекарства? Что? Ничего не нужно. Больница очень хорошая. Катюш, поезжай домой. Там собака бегает. Надо её в дом запустить. Опять я. Мамуль, мы всё сделаем, не переживай. Я в отпуске. Главное, чтобы папа поправился. В отпуске? Ты в Сочи едешь? Я никуда не уезжаю. А что скажет Юрочка? Ну, скажет что-нибудь. Главное, сейчас для меня папа. Ну, не знаю. Сочи едешь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ты все, что могла, уже сделала. Папа под наблюдением, мама при нем. Почему мы не можем взять и уехать? Юр, я очень устала. Хочу в душ. Те, кто живет постоянно, семь домов. Остальные дачники. Дачников вычислили, начали работать, но, блин, они грамотные. Торгуются. Ну, надо с ними пожестче. Закон под нос и все дела. Пусть сами думают, либо с нами дело иметь, либо с властями. А что местные? Там в основном старики. И это еще тяжелее. Они вообще не понимают, как родной дом продать. Может, мы намекнем, что дом им останется? Нам ведь нужна только земля, да и то на бумаге. Нет. Будет утечка информации и потеряем проект. А если домино поднимет скандал, то в департаменте нас не поддержит. Вот так. Михаил Григорьевич, к вам Борис. Пусти Бориса. Хорошо. Ну что, за работу? Да, пошел. Приветствую. Здравствуйте. Боря, здорово. Присаживайся. Ну что, решился вопрос семейный? Боря? Не, 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 не. А, ты же не пьешь. Никаких вариантов для примирения? Да какие еще варианты? Она же к Альберту ушла. Ну, к этому самому, помнишь? Так что, сейчас. Ира, два кофе, пожалуйста. Будь добра. Хорошо. Все, дождался, добился реванша. Это Алик Твой институтский, который вечно с тобой на сами умерился. Да. Он поганец. Ну, я думаю, что поганцем он считает меня. Во-первых, Дина ушла ко мне. А, во-вторых, свою собственную фирму я первый открыл. Так что меня есть за что не любить. Я хочу, чтобы ты представлял мои интересы при разводе, да? Мне вот эти суды вообще сейчас не нужны. Спасибо, Ира. Думаешь, имущество придется делить? Мне главное с Машкой определиться. А имущество делить, думаю, будем. Ну, а что делать? Альберт учуял выгоду, он же своего не упустит. Уже есть исковой от жены. Ты, кстати, проверь его. Ну, отцу живой дочь ты же не будешь? Нет, не буду. Ну, и надеюсь, ты добьешься паритетных прав. Пусть Машка будет пару недель с Диной, пару недель со мной. Ну, подумаем. А как сама Машка? Да, Машка, хорошо. У нее же сегодня соревнования. Да, Катюш. Докладываю. Вещи отвезла, соки доставила. В общем, полет нормальный. Я в курсе. Мама мне уже позвонила. Я сейчас к тебе. И вообще, ничего, если я с мамой тоже у тебя поживу? А дом? Там же куча дел. Ну, понятно, мама в городе, а ты чего здесь торчать будешь? Приеду, поговорим. Ну, хорошо, договорились. От лифта, что ли, звонила? Ой, Катя. Доставка с уши приготовлена с любовью, специально для вас. Слушай, не знаю, куда ты задевал твои ключи. Ума не приложу, где они? С папой все в порядке, знаю, звонил, разговаривал с его врачом. Ну, тот просил быть внимательным, обещал соответствовать. Все? Можем отдыхать с чистой совестью. Пойдем. О, сумку уже собрала. Подожди, а это что за свитера? Ты что, в деревню намылилась? Так. Не понял. Ты что, правда не едешь? Нет, я не понимаю. Не, ну, правда, Наташа, я не понимаю. Ты можешь мне объяснить, вот откуда вот эта вот упёртость, а? Почему ты не хочешь ехать? Только, пожалуйста, не говори мне о родителях, не надо мне этих отмазок. Отмазки? Родители? Ну, а что, Наташ, ну, правда, ну, ну, сама посуди, ну, зачем сейчас здесь своё присутствие? Как ты можешь помочь папе? Ты что, врачам будешь ассистировать? Я сейчас должна быть с мамой, Юр. Ты должна быть рядом со своим мужем. Пожалуйста, привыкай уже к этой мысли. Если ты не забыла, у нас свадьба через две недели. Не будет свадьбы через две недели. Свадьбу нужно отложить. Так. И как надолго, стесняясь просить? Пока папа не поправится. А если он вообще не поправится? Если он, прости господи, отойдёт в лучший мир? Что тогда? Что, вообще замуж не пойдёшь? Траур будешь носить? Сколько? Год, пять, десять лет? Ты не нормальный, что ли? Да просто задолбал вот это уже всё. Десять лет терплю твои выходки. Наташа то, Наташа другое. А по итогу Наташа просто берёт и кидает тебя в последний момент. Ты вообще в курсе, сколько я денег вбухал в этот отпуск? Билеты два раза. Трансфер, гостиница. Уходи. Что значит уходи? Я тебе вообще-то не мальчик, чтобы меня вот так запросто за дверь уставлять. А я тебе сказала, уходи. Выйди отсюда. Хорошо. Ключи. Я просто хотел тебе сюрприз сделать. Приятного аппетита. Маш, ну иди сюда. Иди сюда. Соня, ну сколько раз я тебе говорила? Форма, этот... Ну, детёныш, прости. Прости, я опоздал. Забыл. Да ну забыл. Работа. Работа? Да. Ну прости. Ну ладно, ещё на произволку успеешь. Ну а как общая? Скажи, как общая программа? Ва. Да ты что, третье место? Третье место. Ты чемпион? Угу. Ну ты заслуживаешь отдых на автодроме? Мама! Эй! Ну что, всё, я забираю её. Мы идём кататься на аттракционах. Пойдём. Нет, 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 нет. Ребёнку нужно пообедать, мы идём в кафе. Так мы на аттракционах пообедаем. У нас забронирован столик, мы идём в кафе. Нас ждут. А кто нас ждёт? Нас ждёт Альберт. Ах, нас ждёт Альберт. И столик забронировали? Угу. Прекрасно. Ну что ж, едем тогда к Альберту. Едем. Что задумал? Да я ничего не задумал, я просто хочу пообедать. Угу. Я имею право. Угу. Пап, только давай без разборок. Ну каких разборок? Маш, я же сама кротость. Я голубь мира, можно сказать. Клоун ты, а не голубь. Зачем тебе это надо, Миш? Ну надо же разобраться в ситуации. Да всё будет хорошо. Маш, пойдём. Пойдём. Наташ! Наташ, что случилось-то? Ты можешь объяснить? Я выгнала Юру, и он ушёл. Господи, вот новость-то какая, а? Сколько раз уж уходил, и всё возвращается. Нет, теперь уже всё. Я его выгнала, он ушёл. Да и у меня уже, знаешь, сил нет. Правда, уже ничего не хочу. Наташ, ну если не можешь, ну чё рвёшь-то тогда? Да ладно. Ну ты радуйся, у тебя новая жизнь начнётся. Ну конечно, начнётся в 35 лет. И Юра опять же, мы работаем вместе. 35 не приговор. А работу эту, работу заменить можно. Ну жалко, конечно, он мужик-то такой богатый, перспективный, но... Ну с другой стороны, ну и фиг с ним. Найдём другого. Механизатора. Из Озёрного, правда? Они же ещё остались, наверняка. А ты что, в Озёрное поедешь? Ну да, у меня же отпуск оформлен. Хотела в Озёрное, поеду. Так поезжай, Наташ, поезжай. Слушай, я пока... Ты поедешь, я тут с мамой побуду, у меня на подхвате. Слушай, она так за дом переживает, волнуется. Ну а с меня-то какой круг? Ну с тебя точно никакого. Пожалуйста, ваше меню. Спасибо, Юноша. А что такие напряжённые лица? М? Опа! Это что такое? Поднимай. Угу. Ну? Ну чего ты? Чего за тих-то? Да не трясись. Да было бы чего. Чего хочу? Поговорить. Ага. Или нам не о чем. Ну, говори. Ну, нет, далековато. Давай поближе. Давай, давай. По-дружески. Садись сюда, ну не при ребёнке же. Одну минуту, милые дамы. Машуня, Машунь, ну ты не беспокойся. Не грусти. Ну не получил с автодромом. Зато в субботу на рыбалочку. Ну что, сговорились? Замётано. Замётано. Выбирай мороженое пока. Папа. Папа. Что за дела, Соколов? Ты что, решил опуститься до банальных дворовых разборок? Ты реальный мачо, а? Из-за какой-то бабы. Тихо, 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 тихо. Это мать моей дочери. Поосторожней на поворотах. Да, да, да. Пардонте, пардонте. Но суть и дело это не меняет. Что ты хочешь услышать, Соколов? Ты что, уже выбрала? Тебя бросили? Да. Тебе предпочли другого. Это бывает, Мишань, это жизнь. Которая даёт нам свои уроки. Я надеюсь, этот урок для тебя станет самым главным на будущее. А то привык, всё, что хочу, всё моё, да? Твою мать, альфа-самец. Альберт, я что хотел сказать-то? Ну? Будешь ещё Дину подговаривать, чтобы она запрещала мне видеться с дочерью? Здравствуйте, пожалуйста, вот этот лимонад. Да ты что? Ах ты гнида, а. Ну ты мне ответишь. Алло. И вам алло. Это владелец заводов газеты «Пароходов». Не узнал? А кто это? Это Катя. Вот и выпивай с такими. Ну, Катя, которая из клуба, с которой ты полночи танцевал. А-а-а, Катя, а чё ты хотела? Спросил, встретиться, потусить. Зачем ты ещё нужен-то? А действительно, зачем я ещё нужен? А знаешь что, Катя, а давай встретимся. Шара! Ты что? Шара! Шара! Привет! Чего не танцуем? О-о-о! Кать, да ты посмотри на меня, ну, старый хромой мужик. Ну, какие танцы? Я же еще динозавров видел. Ой, ладно тебе прибедняться-то. В прошлый раз так танцевал, вон весь танцпол завидовал. Ну, случается, да. Шалю, спьяну. А ты правда большой начальник? Правда. И фирма есть, у фирмы проблема. Неразрешимые? Ну, почему? При определенных обстоятельствах все можно разрулить. А че ты сюда пришел-то? Отдохнусь, развеяться? Если ты тут будешь сидеть в такой кислой мине, твои проблемы не решатся. Давай. Слушай, откуда ты взвелась такая, а? Из тех же ворот, что и есть народ. Не кисть, не пойдем танцевать. Да, Боря. А ты где? Ты не поверишь, в ночном клубе. Уважаю. Но придется попортить тебе вечер. Что такое? Тут передо мной исковое заявление Дины. Она хочет две трети компании. Чего? Так что, помимо всего движимого и недвижимого, две трети компании. Такой иск. А она сдурела там? А на чем, очень хотелось бы мне знать, основаны ее аппетиты? Читаю. На основании того, что уставной фонд компании «Соколстрой» был сформирован из моих средств. Прошу присудить. И так далее. Каких средств? Каких ее средств? Уставной фонд — это чистая формальность. Там копейки, оставленные на отпуск. Просто на ее карточке были. Ну, это мы попробуем доказать. Хуже, что до раздела фирма. Она просит заблокировать счета компании. Черт подери. Этот Альберт. Гнида. Он специально все это затеял перед тендером. Ну, будем бороться. До первого заседания есть время. Дина же ни черта не смыслит в бизнесе. Он разведет ее в пять минут. Может, поговоришь с ней, а? Бесполезно. Я пробовал. А у той, что из крана вкус хуже. Да, это правда. Я вот всегда в самовар тоже из колодца наливаю. Не скучно тебе, который день одна тут сидишь? Мне здесь не скучно. У меня всегда дел полно. А что, врачи-то говорят. Ну, идет Федор на поправку? Вроде идет. Скоро должны выписать. Добро, добро. Ну, Наталья, слушай, ты, вот что, пока отца-то нет, ты договорилась бы с людьми про участок? А то Федор вернется, так с ним каши не сваришь, упрямый, как бык, не свернешь. Не поняла, с какими людьми про что договариваться. Так, значить нас будут под магистраль. Ну, знаешь, ну, люди приходили, сказали, как-то это соорганизуйтесь. Если все участки разом продадите, хорошую цену дадим. Три раза больше компенсации. Ну, и вы решили продавать. Зачем? Так, все равно же это снесут. А так, живые деньги. Там, это, один ванн сто тысяч. Слушайте, Иван Петрович, во-первых, что за люди? А вдруг это мошенники? Нужно смотреть документы. На каком основании освобождается земля? Попадает ли строительство под муниципальные нужды? Правду говорят, отцово-дочка. Из-за вас, Федорово, прям весь поселок пострадает. Вот, не чтобы... Ну, послушайте, ну, еще же ничего неизвестно. Вы уже все собрались продавать. Это, знаете, тебе неизвестно. А я точно знаю. И не становись поперек поселка. Из-за вас люди денег лишатся. Иван Петрович, миленький, ну, послушайте. Не-не-не, закончен разговор. Мне некогда. У меня гость приезжает. Очень уважаемый человек. Не считать тебе. Вот я его и послушаю. А ты... Машка, давай, собирайся. Возьми свитер. Обязательно шерстяные носки и зубную щетку. Мы с ночевкой. Ура! Что значит с ночевкой? Завтра вечером вернемся. Нет, подожди, мы так не договаривались. Слушай, Дина, ну, перестань. Ну, уже сейчас полдень. Пока доберемся, будет обед. Слушай, куда ты ее тащишь вообще? Что там, я не знаю, условия какие-то, отель какой-то или что? Слушай, это прекрасный деревенский дом. Просторный, с русской печью. У нее там будет своя комната. Ты что, ребенка в деревню тащишь? В такую погоду? Ну, а что? Послушай, сам, пожалуйста, на все четыре стороны. Я просто ее туда не пущу. Она может простудиться, подхватить заразу какую-нибудь. Ей там не место. А где ей место? В ресторанах, в торговых центрах? Кого ты из нее растишь? Хоть раз бы ее в музей сводил, или там, в театр. Ты сам-то с ней когда последний раз в музее был или в театре? Тоже мне. Делает вид, что общается с ребенком, а сам... Тащишь ее туда, где самому интересно. Да ей интересно. Ты не знаешь свою дочь вообще. Смотри мультики, вот все твое воспитание. Как же меня достали твои эти нотации. Как же хорошо, что скоро все это закончится. Правда? Конечно. Конечно. Подхватит же Альберт. Он тут как тут. Он у нас идеал. Ты его не только в постель затащил, а он еще и твоими делами управляет. В свою пользу. Ты глаза-то открой. Очнись хоть немного. Ты же умная женщина. Ты же на стипендию миную получала. Получала. Да, получала. А потом замуж вышла. За тебя. Угу. Твоя инициатива была, чтобы я сидела дома и занималась ребенком. А я вас всем обеспечу. Я молодец. И что, кто я теперь? Ни эпюр не построю, ни проекцию не рассчитаю. Значит, буду жить как жила. Алик мне поможет. Он пальцем не шевельнет. Без собственной выгоды. Если он приверет к рукам фирму, он облапошит тебя, как липку. Ты останешься ни с чем. Для начала в суд на тебя подаст. За драку. Да, конечно. Конечно же подаст. Потому что он больше ничего не умеет, тварь. Пап. Маш, все, все, едем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Мы уже опаздываем. Следи, чтобы ноги не промочило. Альберту привет. Мы сейчас поедем с тобой в одно чудесное место. Там в озере полно рыбы. Это волшебное озеро. А почему оно волшебное? Ну, потому что там много чего вводится. А вдруг ты поймаешь щуку? Говорящую щуку, как в сказке? Не знаю. Может быть, говорящую. Сейчас прыгаем в машину и едем к дяде Буре. Если я поймаю говорящую щуку, то я загадаю, чтобы мама и папа больше никогда не ругались. Ну, что за яблоки-то такие? Не кончаются и не кончаются. Наташ, ну, может, хватит уже. Отнесем лося. Иди уже. Я в этот погреб больше не полезу. Фух. Давай ставь. Сейчас будем мыть и резать на компот. Прям организовала тут какой-то этот консервный цех. Куда нам этих вареньев столько, компотов не съедим никогда? Да ты что, мама больше заготавливает. К весне уже ничего не будет. Угу. Мама, кстати, переживает из-за того, что ты не поехала отдыхать. А уж про свадьбу я ей вообще не говорила. Ну и правильно, не надо. Она будет расстраиваться. Угу. А знаешь, с кем я тут виделась? Угу. С Михаилом. Помнишь, с которым танцевала? Он тебе позвонил? Я позвонила. А. Угу. Не пошли мы в тот самый клуб. И что? Все продолжилось? И фиг вам. Национальная детская сбатка, а знаешь, он меня бросил. Да ладно. Ушел в ночи решать производственные проблемы. Ну ты так распыляешься, вот как в профессии, так и в личной жизни. А ты определись, чего ты хочешь сама. Ну слушай, ну, это ты у нас зануда. Ну, тебе же надо, чтобы все было прям там по уму, по регламенту, чтобы прям никаких отклонений от этого здравого смысла. А я другая. Я человек эмоций. А я вообще напрочь, да, сухарь. Наташа, ну прости меня, пожалуйста, ну правда, ну мне тебя даже жалко иногда. Ну ты же не позволяешь себе никакой ни глупости, ни слабости, ни безрассудного поступка. Позволяла когда-то. Больше не хочу. Жить умом, ну, пусть скучной, зато надежной. Ну наконец-то. Что тут долго ехали? Как добрались? Петрович, добрались отлично, без приключений. Ну что, познакомься. Это Иван Петрович, это Борис. Петрович? Борис. Давний друг, еще со школы. А это Машка. Здравствуйте. Здравствуй, доченька, здравствуй. С утра вас жду. Сейчас обедать будем. У меня и щи кислые в печке давно томятся, и картошечка. Петрович, а под щи по маленькой? Ну... Борис, давай, достань из багажника. Так, только по маленькой без меня. Да знаю, что без тебя. Пообедайте, отдохнете, и на озеро. Покажу место, где оконь клюет. Ух ты, а что покрупнее? Ну, и щука, и судак. Все люди, как люди. у всех выходной. Одна я почему-то работаю. Так, начальство премию обещало за самоотверженный труд во внеурочное время. Тебе, может, ты обещала. А я за какие коврижки сюда вышла? А вам еще и орден дадут. Балабол. На что деньги-то? Будем выкупать участки по трассу. А это аванс наиболее сознательным гражданам, чтобы с крючка не соскочили. Маш! А? Ты давай только недолго. Ладно. И смотри, дальше мостков никуда. Хорошо. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok иди сюда, не бойся, погладь ее. Держи. Держи. Не бойся, она добрая. Спасибо большое. Ты местная? Нет, а вы? Я здесь родилась, а ты откуда? Я из Петербурга. Вы были в Петербурге? Ну, конечно. Я там живу, работаю. Сюда приезжаю помогать. Надо было до холодов собрать яблоки, черноплодку. Что такое черноплодка? Ну, это рябина. Есть красная, есть черная. Разве такая бывает? Конечно. Знаешь, какое варенье из нее вкусное? Заходи как-нибудь, я тебе угощу. Хорошо, тогда я позже зайду. А сейчас мы с папой Иваном Петровичем идем на рыбалку. Хорошо, договорились. Ага. Кстати, меня Маша зовут. А я Наташа. Очень приятно. И мне. Пока. Чудзак, сюда. Чудзак, Быстрее. Давай. Скорее. Давай. Иди сюда. Скорее. Иди сюда. Сюда. Давай. Скорее. Скорее. Ко мне. Скорее. Давай. Давай. Иди сюда. Солочек. А конфеты не идет. Надо ему котлет принести. Так ты же говорил, ела. Три сосиски схомячила. А вода. Может он пить хочет. Зачем ему вода? Вон, лед кругом. Пусть лижет. Вот как теперь его вернуть? А что вы тут делаете? А тебе какая разница? Мы щенка приманиваем. Вот Виталик его без спроса из дома взял, а он убежал. Вот. Теперь обратно идти не хочет. А в чем проблема? Пойти за ним? Ага. Еще и Друков. Тут рыбаки недавно провалились. Чуть не утонули. Всыпать тебе родители, Виталик. Ладно. Сам домой прибежит. Идем, пацаны. Стойте. Его нельзя тут одного оставить. А чего ему будет-то? Лед проломится. И чего? Собаки знаешь, как плавать умеют? Но он же маленький. Утонуть может. Да ничего ему не будет. Ты вообще куда шла? Вот туда и иди. Это вы идите отсюда, а я его здесь одного не оставлю. Николаевич, спасибо, что подъелся. Сумки тяжелые из магазина будут? Обратно отвезти? Ну, отвези, если хочешь. Хорошо, жду. Вот Николаевич, не тельмен какой, а? Не то что Лешка. Увидела, что барышню в магаз чапают на морозе. Подвез? Если бы ты не забыла, что у нас нет сахара, хорошо что-то на машине. Сейчас бы сама сумки перла. А я-то что? Это Лешка должен был сахар перевезти. Сказала, с утра у него дела какие-то, а потом не знаю. Смотри, сумасшедший ребенок. Эх вы! Цуцик! Цуцик, ну идем! Да пойдем уже, сам домой прибежит. Цуцик! Цуцик, иди сюда! Что случилось? Девчонка какая-то, не местная, собаку спасает. Вон она! Стой! Ты куда? Быстро вернись! Сейчас срываешься! Стой! Вернись! Стой! Помогите! Наташа, ты куда? Наташа, ты куда? Стой! Наташа! Эй, хозяйки! Принимайте продовольствие! Кать! Кать! Опаньки! А он что тут делает? Согрелись? Немного. У меня из теплого больше ничего нет. Может к соседям? Да куда к соседям? Домой поехали! Водка их надо расстрелить! Поехали, Николаич! Ну что, Николаич? Черт, ты подери! Ну что там? Девочка, ты откуда будешь-то? Это Маша. Они к Петровичу приехали погостить с папой. Мы с ней уже знакомы. Ну давайте, вы тогда к нам, а я к Петровичу. Подготовлю родителей. Ну что, Николаич? Поехали! Поехали! Петрович, ты только пока не говори ему ничего, ладно? Мы сейчас девочку в порядок приведем, вернем папаше. Я не знаю. Я уже спрашивал. Хотел к мосткам идти искать. А что ж не пошел-то? Сам бы и вытащил ее из воды. Иди уже, язва, и поторопись. Маш, смотри, какое я для тебя платьице нашла. Беги, переодевайся. А чье это платье? У вас тоже дочка есть? Пока нет. Это когда-то мой папа привез из командировки для Кати. Спасибо. Это мое платье, что ли, пригодилось? Ага. А я сколько маме говорила, ну выкинь ты его, выкинь. Нет, ты в нем из детского садика выпускалась. Слушай, Наташа, ты видела, там мешок с сахаром на крыльце стоит. Значит, Лешка был. Интересно, где он? Я в Питер поеду. Хочу к нашим юристам зайти. У нас в озерном землю стали скупать. Петрович сказал. Зашевелились. По чем берут? Аванс сто тысяч. За что сто тысяч? Я готов на все. Привет. А я приехал, двери закрыты, никого нет. Вы где были-то? За сахаром ходили. А ты где был? Обещал же с утра, а сам? А сам выполнял важное производственное задание. Я, Катенька, в фирме не последний человек и прибыл в озерное с ответственным поручением. Могу с вас и начать. Опа. Терпеть не могу, когда ты паясничаешь. Можешь нормально говорить? Могу. Наши приняли решение выкупать поселковые участки. Меня, как местного, отправили вручить аванс. Двое уже согласились. Кто? Да дачники с того края. Ты вряд ли их знаешь. А мы тут при чем? Так и у вас купят. Я могу похлопотать. Вон мой шеф Петрович и сидит. Въедливый мужик ничего без контроля не оставляет. У Петровича? Соколов? Ну да. Он мне еще тогда говорил, что на рыбалку ездит сюда. Любит наши места. Маша. Да? Переоделась? Угу. Скажи, а твоя фамилия Соколова? Да. Моя фамилия Соколова. Маша Соколова. А где Машка-то? Уже два часа, ее нет. Пойду за ней схожу. А то мы так на рыбалку никак не соберемся. Миш, ты это... Чего? Ты искать... Не ходи. Нет ее там. Да где там-то? На мостках? На улице с кем-то познакомилась. Беседу ведет. Я ее сейчас... Да, Миш, что у соседей она, у соседей. А че ты молчал? Ну иди, сходи, позови ее, пусть придет. Ты только не волнуйся. Девочки сушат ее уже, сушат. Какие девочки? Так, это... Она в озеро упала. Какое озеро? Что ты молчал? Показывай, где? Господи. Да что... Ой, Господи. Тридцать. Меня это поражает. Они так продвигали эту курортную зону. Получается, наш проект был просто для отвода глаз. Наташ, ну а я-то что? Мне сказали, я делаю. Ничего, я поеду в Питер. Пойду по инстанциям. И я с тобой поеду. А что, мы с тобой уже компот закатали, варенье почти сварили. Только я вас не повезу. Я матери обещал картошку в погреб снести. Ну, мы обойдемся без тебя. Да, давай. Иди, вон, на кухню микроволновку проверь, а то барахлит. Тридцать два. Двадцать два. Маша! Папа! Папа! Маша! Моя маленькая испугалась, да? Иди сюда, укрывайся. Ну, расскажи, как это произошло? Я пошла на лед за щенком, а лед проломился, и я оказалась под водой. Но Наташа меня увидела. Какая Наташа? Тетя Наташа, это я. И вы стояли и смотрели, когда ребенок провалится под лед. Миша, Миша. Что Миша? А ты бы поменьше со стопкой сидел у Петровича и побольше бы за ребенком своим следил. Катя, а ты откуда здесь? А живу я здесь. Это сестра моя. И она, между прочим, твоего ребенка из-под льда вытащила. Ну, извините, пожалуйста. Я от волнения и спасибо вам не сказал. Михаил Григорьевич, может в аптеку сгонять? Там растирку какую. Я мигом. Господи, а ты-то откуда здесь, а? Так я же говорил, я местный. Вы же сами меня сюда послали. Кать! Все собрались. Все здесь. Скажите, а Катя нас не знакомила раньше? Мы с вами нигде не виделись? Тебя дает. Мы же вместе в клубе были. Нет, мы с вами были на общих совещаниях. У нас с вами проект общий. Я работаю в Домино. А-а-а. Да-да-да, я припоминаю, припоминаю. А вы не припоминаете, что наш проект предусматривал сохранение поселка, где вы так любите рыбачить? Или, может быть, вы все решили бросить? Вам не нужно озеро? А, ну вы найдете другое. А тут ведь деньги большин. Как же вы можете упустить это место, правда? А что, фирма Домино не заботится о деньгах? Вы печетесь только о всеобщем благе? А что же вы стрелки переводите? Вы за себя отвечаете. А что вы хотите, чтобы я проект передал вашей фирме? И вы жили сыто и богато? А вы поделитесь. Ну, что же вы так интеллигентно-то разговариваете? Маш, пойдем отсюда, а? Спасибо вам. Вернем вещи. До свидания. Не утруждайтесь. Можете себе оставить. Вещь уникальная. Я в этом платье отходняк в детсаде гуляла. Маш, сейчас. Петрович, извини, рыбалку перенесем. Надо ехать в город. Я боюсь за Машку. Согласен, не надо рисковать. Рыбалка не убежит. В другой раз приедете. Хорошо. Счастливо. Счастливо. Пока. Все, девчонки. Котел посмотрел. Работает. Вода будет. Утюг, Наташ, в другой раз. Тебе же не горит? Не горит. Я все равно хотела новый покупать. Вы когда едете? Ну, сегодня. На семичасовом автобусе. Ага. Ну, я тогда пошел. Мать ждет. Давай, давай. Проваливай. Проваливай. Кать, Катюш, ну, чего ты шипишь на него? Да потому что настроение плохое. Приехал поздно. Этот мешок с сахаром на крыльце бросил. Болтался непонятно где. Сейчас выхожу на крыльцо, стоит, по телефону разговаривает. Меня заметил, глазки забегали, засуетился весь, спиной отвернулся. А с кем разговаривал? Зато он котел починял. Паршивые овцы. Это тоже клубный вариант. Ну, откуда я могла знать, что у него семья? Ну, ведь ни словечко не про жену, ни про дочку. Ну, это тоже смешно. Он первой встречной будет рассказывать про свою семью? В кои-то веки нормальный мужик. И тот женат. Я не понимаю, чем ты так впечатлилась. Все. Уснула. И вроде как температура спала. Не сдаст она нас матери. А то будет лишний повод ограничить тебя в общении с ребенком. Да нет. Она точно не сдаст. Главное, чтобы не разболелась. Ну, может и пронесет. А температура могла подняться от стресса. Фу, да. Да уж, стрессанули мы с тобой по полной. Но извини, устроил я тебе выходной. Так а что? Нечего извиняться. Я не в претензии водки. Выпили чудных чай. Похлебали. Она сладкая. Мексиканский сериал. Главное, все собрались. Все. И водитель. И Катька. И сестренка ее. Все там в сбуре, а? Все в одном флаконе. А Катя твоя? Ничего. Ну, во-первых, она не моя. Мы с ней всего лишь пару раз в клубе посидели. Забавная. Не, не. А, я забыл. А сестрица? А что сестрица? А что сестрица? Нет, спасибо ей, что она ребенка спасла. Но она очень неприятная особая. Это потому, что на тебя наехала? Да нет, это потому, что она дура. Кать, ну сколько можно ждать? Кать, ты что, тряхнешь, что ли? Мы опоздаем на автобус. Давай быстрее. Давай, давай, давай. Наташ, мы ж не поедем сегодня. Как не поедем? Ну, тут вода горячая есть. В душ сходим и спать ляжем. А завтра проснемся с утра, позавтракаем вкусно. И поедем завтра. Ну, Катя, ну я как-то настроилась уже. Вообще, честно, я так устала. Дико устала. Какой-то день суетный. Ну, что, не едем никуда? У-у-у-у. У-у-у-у. Горим. Катя! Катя, мы горим! Катя, мы горим! Э Субтитры подогнал «Симон»